Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удалённым администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Каждый браузер по умолчанию сохраняет историю посещённых пользователем сайтов и закрытых вкладок. В любом браузере пункт «История» расположен в меню настроек. Иногда он называется «Журналы». Но более простым способом увидеть историю посещения любого браузера – это нажать сочетание клавиш Ctrl Plus Edge. Видео о горячих клавишах браузеров Google Chrome, Яндекс, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge уже есть на нашем канале. Ссылка на него будет в описании. Также, я думаю, вы слышали, что каждый браузер по умолчанию сохраняет куки и кэш. Куки – это служебные файлы, хранящие настройки сайтов, которые пользователи посещали. Самая распространённая функция – функция сохранения паролей, чтобы не вводить комбинации логин плюс пароль каждый раз при входе на сайт. Также куки могут среагировать, если пользователь, например, перейдёт по ссылке с какого-либо баннера. В дальнейшем информация, сохранённая в куки, может влиять на виды рекламных баннеров, которые отображаются пользователю. По ним также прослеживается история посещения браузера. Вот как куки выглядят в браузере. Например, в Chrome – Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Настройки контента, Файлы куки или Яндекс – Настройки, Настройки, Личные данные, Настройки содержимого, Файлы куки, как правило, расположены в меню браузера, Приватность и защита или Личные данные, или Безопасность и т.д. Что такое кэш? Кэш находится в браузере пользователя. Он записывает каждую посещённую страницу для того, чтобы её при повторном вызове не нужно было заново грузить с сервера. Вот как выглядит кэш на примере Google Chrome. Аналогичным образом его видно и в других браузерах. Итак, чтобы очистить историю просмотров, скачиваний, кэш и куки браузера, а также синхронизированные пароли и данные автозаполнения любого браузера, нажмите комбинацию клавиш Ctrl – Shift – Delete. Данное сочетание клавиш работает на всех популярных браузерах. Ссылки на наши видео о топе бесплатных браузеров, а также обзор альтернативных топовым браузерам будут в описании. В открытом окне выделите то, что нужно очистить. Большинство браузеров также дают возможность выбрать период, за который можно удалить историю – за последний час, за сегодня, всю и т.д. Выберите ненужный параметр и нажмите клавишу Очистить историю. В результате эти данные будут удалены и станут недоступными другим пользователям. Хочу также остановиться на функции синхронизации или использования аккаунта пользователя браузеров. В любом из браузеров топа каждый пользователь может иметь свой профиль. В профиль пользователя входят все настройки браузера – расширения, пароли, закладки, история посещенных страниц и т.д. К чему я веду? Если для вас важна конфиденциальность данных о посещаемых вами интернет-ресурсах, история посещения, закладки или регистрационные данные, то вы можете использовать браузер под своим пользователем. А заканчивая каждый сеанс, просто выходить из него, после чего чистить историю описанным выше способом. После того, как вы повторно залогинитесь, вся история будет обратно синхронизирована с онлайн-сервера. Причём на любом ПК. Создать пользователя можно непосредственно в меню настроек браузера. Такое меню может называться «Пользователи», «Синхронизация» или «Учётная запись». Для регистрации потребуется только ввести электронную почту и пароль. Аналогичным образом можно очистить историю просмотров, скачиваний, кэш и куки браузера, а также синхронизированные пароли и данные автозаполнения любого браузера с вашего смартфона. Очистить историю мобильной версии браузера можно из меню «Настройки», «История», «Очистить историю» или «Настройка», «Очистить историю посещений». Найти данное меню обычно несложно, оно расположено довольно интуитивно. Если вы заинтересованы в анонимности и приватности использования интернет на постоянной основе, то достичь этого можно, сделав соответствующие настройки браузера или онлайн-аккаунта пользователя. Покажу на примере Google. Поскольку я чаще всего использую Chrome, то все настройки приведу на нём, но аналогичные вы сможете всегда найти на своём браузере. В первую очередь нас будет интересовать раздел «Конфиденциальность» и «Безопасность». Здесь нужна галочка на отправку запрета на отслеживание с исходящим трафиком. После этого переходим в настройки контента • Файлы куки • Отключаем разрешение сайта сохранять и читать файлы куки • Блокировать сторонние файлы куки • А также активируем функцию «Запрашивать разрешение на доступ для» • Местоположения • Камеры • Микрофон • Оповещения • Всё остальное оставим по умолчанию. • Теперь перейдём к меню «Пароли и формы» и отключим настройки автозаполнения • И возможность сохранения паролей для сайтов. • Теперь вам понадобится их вводить самим, зато никто не сможет войти в какой-то из ваших аккаунтов с помощью автозаполнения полей логина и пароля • Аналогичные настройки можно сделать и в браузере на смартфоне. • Повторюсь, что в других браузерах меню будет выглядеть иначе, но суть та же • Отключить возможность автоматического запоминания ваших данных браузером • Истории, куки, кэш, пароли и т.д. • Каждый раз, когда вы ищете что-то в Chrome, на компьютере или смартфоне, Google отслеживает ваши действия, дабы персонализировать результаты. • То же самое происходит и когда вы пользуетесь другими приложениями Google, типа Google карты или Google Now. Чтобы запретить Google отслеживать ваши действия в интернете, зайдите в Google аккаунт • Затем в разделе «Конфиденциальность» выберите пункт «Действия в сервисах Google» • Далее выберите «Проверить настройки отслеживания действий» • Здесь можно увидеть все типы данных, которые отслеживает Google • Чтобы отключить сохранение истории приложений и веб-поиска, просто нажмите на значок справа • Если вам этого недостаточно и вы хотите очистить всю историю ваших действий в сети, сделайте следующее • Для начала выберите пункт «Управление историей» • Вас перенаправит на страницу «Мои действия» • Как видите, здесь вся история моих посещений, хотя историю браузера я только что очистил • Чтобы очистить эти данные, нужно открыть дополнительное меню. Для этого нажмите на значок в виде трёх вертикальных строчек • В меню выберите пункт «Выбрать параметр удаления» • Можно удалить данные, полученные за определённый период времени, указав его в специальных полях • Удалить • Ранее в Яндекс аккаунте пользователя был также аналогичный инструмент, который сохранял всю историю залогиненного пользователя. Такой сервис назывался «Мои находки», но с обновлением Яндекс портала его по всей видимости убрали. Теперь в Яндексе такого сервиса нет. • Также в этом видео я не могу не вспомнить о тор-браузере, который по умолчанию не сохраняет никакую историю посещений, куки и кэш и переходит на нужный сайт через свою цепочку серверов. Именно поэтому он является самым приватным браузером – браузером для анонимного серфинга. Но об этом я уже рассказывал в другом видео, ссылка на которое есть в описании. На этом всё. Если это видео было полезным для вас, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.